Девочки Вообще тебе как? Да пошел ты знаешь куда, на себя посмотри! Да я хоть по пизжу, нахуй я сюда приехал вообще? Эй, йоу, СТС! С Батрухой Гомикой, что я, с Харламовым Гомикой Вывез или не вывез? Кто? Демис Карибирис! Это новый вопрос ребром, новый проект Байбаста на Тимура Фрунзе 22 и замечательный сегодня у нас, удивительный, в гостях светлый, добрый человек Демис Карибирис, ваши аплодисменты. Вася до сих пор неправильно говорит мою фамилию. Карибирис. Но это ничего страшного, потому что это сложно выговаривать. Карибирис. Демис Карибирис сложно выдать. Эээ, давайте еще раз снимем. Да не надо, давай вставим. Да конечно не надо, нормально, я тебе говорю, ну ты докопаешься, но я честно. Темис, темис, ладно. Первый вопрос задает Федорова Алена. Привет, Алена. Привет, Денис. Как? Как Денис? Ничего страшного, я никогда не обижаюсь. Вы что, охренели, вот если, я знаешь, что могу тебе сказать? Есть люди, которые ни фамилии правильно не говорят, ни имена. Неважно, говори, все нормально. Я такой не являюсь, это не я. Я не про тебя говорю. Это не про меня, это не про меня. Нет, ты просто не можешь быть такой плохой. Собственно, вопрос. Задавай, Алина. А... Алена. Что такое? Нет, она сразу... Ай-яй-яй-яй-яй, что такое? Катюк, давай, рви. Глуб... А когда Галустян ушел на СТС, вас звали туда? Когда Галустян ушел на СТС, звали меня туда? Нет, меня никто никуда не звал ни на СТС. А он что, на СТС? Да. Видишь, он так ушел на СТС, что никто даже не видит, что он ушел на СТС. Уно, Дос, Трес, Кватро. Незлобин – продюсер, Галустян – продюсер, все продюсеры. Понял? Василий – продюсер. Все продюсеры. А работать кто будет? Вот, только Демис. Да. Карибидис. Карибидис. Денис, Крибидис. Денис. Демис. 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 Демис, Крибидис. Демис, Крибидис. Демис. 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 Как Демис? Как ты относишься к этому? Не предательство, что этот жалкий лилипуд армяшка просто убежал на СТС и... Да нет, просто перешел на другой рынок человек. Взял свой лоток, пошел туда. Да? Вот, собственно, человек пошел туда, потому что на ТНТ, видимо, ему ничего не предложили такого, чтобы ему нравилось или... На ТНТ? На ТНТ. Или ТНТ нечего предложить, я не знаю. Ну, как скажу, вот вы видите где-то красные дорожки, лакши там, где вы пересекаетесь. Типа смотрю ли я на него чуть-чуть ушел. Да нет, что вы ходите, он идет такой... Эй, йоу, СТС, ты такой... Как ты СТС показал? Да хуже. Вот СТ, вот. СТС, ТНТ, там такой... На самом деле Мишка, я забыл про него сказать, я вчера только видел Мишку, он же записывает песни, он теперь твой конкурент официальный. Он записывает песни. Вчера я слышал новую песню, которая выйдет скоро у него. Песни, понимаешь? Демис, я просто тебе хочу сказать, что ты должен написать песни. Потому что ты намного талантливее еще, Марки Росяга. Ни за что, это не мое. Я не умею... Хуй с ним, что он красивее тебя, но то, что ты талантливее... Ты видел, как я, да? Да. Но то, что ты талантливее, это однозначно. Ты позитивный, да? Ты добрый, ты настоящий. Знаешь, как говорит, тебя по ТНТ видишь, улыбаешься просто. Окей, спасибо. Но петь я не хочу, нет. Но Мишка споет классную песню. Да, Мишка бомба вообще. Мишка... Мишка, рви Агузарову и кто там еще? Просто рви Агузарову. Хороший первый трек, да? Но он работает в ее поле. А вот, вот. Рви Агузарову. А что рви Агузарову? Сразу в тренде в YouTube. Мишка, рви Агузарову. Ты вот на Камеди давно уже, кем ты там являешься? Ты просто шестерка? Или ты имеешь какие-то влияния на процессы, на какую-то коммерцию? Охренеть! Вот это поворот, а? Можешь сказать? Я хочу... Поступи! 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 Поступи с ним от меня. Убрали? 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 Не-не-не, подожди. Убрали? Скажи, убрали? Что такое шестерка? Сексот, подносяга, шнырь, блядь. А, типа... Ну, что-то никто сказать. Так, там свободное время есть в программе. Давайте возьмем, я не знаю, ну, кого-нибудь, но можно Демиса Карибидиса. То есть ты можешь, да, конкретно решать какие-то коммерческие вопросы, касающиеся продакшена? Шестерка. Либо ты так вот, сказали, Демис, сегодня у тебя время, ты выступил и ушел. Ну, то есть мужчина, которому говорят, сделай это и уходи. Смотри. Смотри, внимательно сюда, смотри, делай то, что тебе говорит другой мужчина, будь послушным. Смотри, ты сказал, шестерка, которая приходит и ему говорят, сделай вот это, вот это и иди. Да, в этом понимании я не шестерка. И вообще любое понимание, которое ты вкладывал в слово шестерка, я не шестерка в этом. Я просто прихожу, делаю свою работу, говорю, уберите руки от моей работы, дайте ловуху. Это участие в коммерческих движениях. Ну, а если вот ты, допустим, подошел, сказал, я вот хочу еще от кого-то там кусочек участия. И, допустим, какой-то процент, то есть ты имеешь какие-то проценты акций вот этого? Да, 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 да. Ты где, с кого получаешь в моменте? В доле, в доле ты там, да, в доле. Кто зафиксирован в моменте, правильно, с какого шага, кто имеет какой кусок, правильно? Вот что ты сделал своими руками? А ты в долю хочешь, да? А ты чем живешь вообще? Я занимаюсь бизнесом небольшим. Нет, микрофон говори. Маленький бизнес, да. Какие, какие? Закладки делаешь или честно? Не, ну все, ну что, ну что? Маленький бизнес, я фотографирую машины. Смотри, я радуюсь сам на себя. Что ты делаешь? Не так давно приехал с Украины, у меня сервис по ремонту различной бытовой техники. Где он находится? Правда, можешь прорекламировать его. Метро Щелковское, да, Щелковское шоссе 100 у нас. Ремонт? Еще раз скажи, ремонт? Ремонт бытовой техники, крупной и мелкой. А тебе принесли микроволновку, сказали, давай почини быстро, а ты починил и... Конкретно мне не носят эти вещи, работают люди. А, то есть ты семерка, да? Семерка, да. Семерка, да, я понял, супер. Ну или девятка, может быть. Девятка, это что? Девятка, это же шестерка перевернутая. Я шучу. Я желаю тебе, чтобы ты отремонтировал все бытовые приборы в Москве. Ага, спасибо большое. Ты можешь, да, приходите к нему. Извини за такой вопрос, но как бы... Не-не, вопрос острый, вопрос острый. У меня это вот Даша, у меня такой вопрос. Есть мнение, что грузины любят понтоваться. Вот какую самую странную дорогую вещь вы покупали или, может быть, делали просто, чтобы понтоваться? Что еще? Это просто был как пример, что вот грузины, допустим, покупают какую-то вещь, а она не говорит, что ты грузин. Я надеюсь. Не-не, это я понял. А какую я дорогую вещь покупал, чтобы понтоваться? Да, только чтобы понтоваться, странную и дорогую. А что значит? Ну, понтоваться в смысле пока... Вот у меня есть такая... Ну, да, ты приехал в Краснодаре, ты выходишь на улицу красная, ты вышел. Я честно тебе отвечу на этот вопрос. Это вот меня успокоило, когда я это купил. Это моя первая большая покупка. Это мой рейндж-ровер, который стоит на улице. Вау, полегче! Я, знаешь, почему я понимаю, что я понтуюсь, ну, понтовался этим рейндж-ровером? Потому что, как говорили, о, рейндж-ровер, я говорил, автобиографии. Это комплектация. Все. Вот такой вот беспонтовый хер, он понтовался. Дорогие друзья, это самоизоляционное обращение к тем, кто остается дома. Мы запустили доставку из ресторана Фрэнк Байбаса в Питере и Москве. И по промокоду Фрэнк скидка 30% на первый заказ в Delivery Club. Смотри вопрос ребром дома с сочными ребрышками. Как будто ты сидишь за соседним столом на съемках программы. А можно мне вон тех вот ребрышек? Еще один плюс. Все, что ты заказал, ты ешь сам. Как ты думаешь, почему ты стал большой последней звездой Камеди? И не считаешь ли ты, что эра Камеди Клаб уходит? Вот, что через 5-10 лет Камеди просто превратится в аншлаг. Как тебя зовут, извини? Миша. Миша, я готовился к твоему вопросу. Я тебе хочу кое-что показать. Комментарии 2010 года, 11 января. Камеди уже не тот, то ли дело раньше. Ну, динамика. Показал тебе то сообщение, когда только подписался в Твиттере. Я только пришел и он уже был не тот и так далее. Кто говорит, что Камеди не тот? Тот, кто его не смотрит. Ты когда последний раз смотрел Камеди? Слушай, я давненько смотрел, месяца, наверное, 3-4 назад. Во-первых, во-вторых, реально в Камеди тебе может кто-то нравится, а кто-то не нравится. В Газгольдере не все же тебе нравятся. Замолчи. Послушай, я думаю так, что, видимо, в наше время, да, я 89-го года, были передачи похожие на, ну, тоже емуристические, и мы, то есть там была цензура. Когда появилась Камеди, там прозвучали такие слова, как жопа там, бля, сука и так далее. Для нас это было дико, для поколения 89-го года. Да, да, логично. Вот, и сейчас, в принципе, происходит то, что в Ютубе нет цензуры, и молодежь вся в Ютубе смотрит. Соответственно, возникает вопрос, есть ли смысл говорить по телевизору то, что говорят в Ютубе. Каждый смотрит свой трэш в Ютубе, а на сцене, ну, Камеди поменялся в каком смысле? Надо делать какое-то представление, которое нравится людям. Кому-то нравится этот, кому-то этот. Я не рассматриваю Камеди как какую-то команду, коллектив какой-то, один коллектив общий, понимаешь? Вы же не одну общую песню поете, вы поете разные, у вас разные творчества. Хотелось бы одну спеть, но поем разные. Поэтому каждый смотрит, выбирает, кто-то говорит, вот воля, мне только воля нравится и все, остальное все шлак. Кто-то говорит, мне вот это нравится. Но я имею в виду, это площадка. Ну, ты либо смешной, либо талантливый, либо у тебя получается, либо не получается, либо ты в другую сторону. Ну, не идет у Соболя в Камеди, но он, хоп, пошел в интернете, снимает. Цензура никак ни на кого, тем более на юмор, не влияет никогда. Это все неправда. Если нам запретить говорить все, мы будем говорить одно слово, и оно будет иметь эффект невероятный, потому что это нельзя говорить. Вот в интернете можно говорить все, абсолютно все. И съебаться в Израиль. Например. Вопрос, нравится тебе, талантливо это или не талантливо, вот и весь разговор. Но выйти на сцену только из-за того, что это YouTube, и начать вдруг материть и полоскать всех, мне... Кстати, Соболев об этом говорил. Мне будет странно. Вот самый часто задаваемый вопрос у таких корреспондентов, которые не знают, как тебя зовут даже, просто вот так быстро. Это почему вы не шутите про... А, почему вы шутите про Путина вот в таком... Вот у вас есть Путин, он все время там какой-то... Вот возьмите аналог зарубежный любой, как шутят про Путина за границей. Они его точно так же выставляют. Да, выставляют его жестким чуваком, который всех рубит шашкой, понимаешь? Знаешь почему? Потому что с этого люди смеются. Реально. Тут вопрос, смешно или не смешно. Я начну говорить только про это, вы скажете, ой, вот просто все мимо. Я вам расскажу... Можно я перебью? Я расскажу. Мы были в Америке сейчас, в Майами. И приехал Паша Воля. И мы решили... Курорт, мы решили сходить на его стендап. Ну, я безумно его люблю, Паша. Ну, то, что я видел по телеку его стендап, ну, мне так скажем, мне было не очень смешно. Я думаю, я скажу, ну, я очень люблю его, уважаю. Я пришел на стендап, я просидел два с половиной часа. Я могу тебе сказать, за все время, пока он был на сцене, он нецензурно выругался четыре раза. И это было, сука, к месту настолько, что это просто разрывало в зал. Другой вопрос, умеет ли человек адекватно звучать с матом, да, жестить. Потому что, допустим... Ну, мы в таких условиях. Подожди, да я скажу, Побрац. Я умоляю, Побрац. Я просто подтверждаю. Да, я умоляю. Просто, вот, самое сложное, это политическая сатира. Это всегда самое сложное. Вот, крутая сатира не просто, вот, допустим, вот как Долгополов, да, Типчик. Я не понимаю, почему он уехал, да? Ну, вот, зачем он уехал, почему он уехал... Очень интересную тему ты поднял. Пришли, пришли, пришли милиционеры, пришли милиционеры. Пришли, повестка пришла. А, не повестка, нет, не повестка, или повестка. Повестка пришла. Ну, я, на самом деле, он, как настоящий стендапер, должен был круто это все, ну, прожить и обыграть. Ну, я уверен, что это... Если я тебе расскажу, сколько на мои концерты приходит сотрудников госнаркоконтроля и всех остальных служб. Меня принимал спецназ. Просто, ну, это такая жизнь. Два месяца назад я ходил, мне пришла повестка в МВД, сюда, в центр всего. Придите, поясните. Просто, чем круче юмор, это юмор, за который люди могут вывозить, в этом его крутость, да. Вот почему есть там достойные крутейшие американские аналоги, когда люди очень жестко шутят, да. И, на самом деле, говорить о толерантности к юмору нужно очень аккуратно в Соединенных Штатах, потому что то количество ограничений, которое есть у них, нам, у нас все свободно, да. Ну, мы можем шутить на любые. Если у нас хватит огонька, да, на это? Привет, Вася, и Демис, привет тоже. Слушай, как бы, привет, Вася, привет, аааа... Ну, как бы, это нормально. А тебя как зовут? Меня зовут Слава, тебя как, Демис? Да. Слава. Я просто хотел тебе такой вопрос задать, ну, вот как вот к тебе вообще реально, вот ты вроде некрасивый такой, но не в теле там, то есть, вот, да. И как вообще тебе тёлки, ну, девочки модельные, ну, девочки дают вообще тебе, как? Ему просто никогда с девочками не было, ему интересно просто, а вообще, как эти девочки уседают. Смотри, я когда был молодой, я был красивый, не такой, как ты сейчас сказал. Тогда было всё нормально, а сейчас у меня жена и трое детей, понимаешь? Как вот такому некрасивому мужчине удается цеплять таких модельных девушек? Каких модельных девушек? Ну, таких вот модельных, охуительных челок. А-а-а, бля-а-а. Ну, есть модельные девочки такие. Да, вот мне интересно просто. Бабки. Ты понял, что делать? Да, услышал вас. Зарабатывать бабки и тогда, когда ты через несколько лет... Да, и через несколько лет, когда ты станешь уродом, как мы все, те, кто зарабатывает бабки, они тебе помогут. Я тебе скажу, что бабки — это лучший пластический хирург. Да, моя жена не знала, чем я занимаюсь, когда я с ней познакомился. Это говорит о том, что для некоторых людей я красивый. Понял. Как для тебя. Всем привет. Меня зовут Милана. Дэмис, к тебе вопрос. Ты всегда испытываешь радость за молодых ребят, чьи номера ставят в эфир вместо твоих, и кого из них ты считаешь по-настоящему суперзвездой? Да, я радуюсь, когда ставят... Там нет такой проблемы, что мои номера никто не может переехать вообще. Если есть номер, он стоит на своем месте, он ни с кем не конфликтует. Это очень важно, по крайней мере в Камеде, очень важно отличаться от всего, что там внутри есть. Из молодых ребят я могу многих назвать, но для меня вот феномен это Бибуришвили. Я вижу там какой-то безграничный потенциал, но на сцене я его еще не лицезрел. То есть он не вылил себя всего в это. То есть я бы хотел, чтобы он был больше, чем он есть, потому что я вижу там за ним этот потенциал, но, по-моему, он только шагает туда. И обратная ситуация, допустим, по Ловинкин, который, ну просто, мне кажется, человек в таких условиях находится, в тяжелых. Он конкурирует со стендаперами, которые там выступают, но он гиперактивный, он очень много работает, он мощный. Я думаю, что что-то, может быть, из него получится такое большое и серьезное. Если меня не поставили, значит, я что-то не смешно сделал. Хорошо, спасибо. Но пока меня не поставили. Я когда пришел в Камеди в 2010 году, у меня в один съемочный пул, пул это съемка на месяц, понятно, в один пул я писал по 8-10 номеров. У меня было в съемке 8-10 номеров, из них 2 попадало в эфир. То есть он напишет 20 песен в альбом, из них 2 войдут в альбом, остальное скажет, давай, еще пиши другое. А сейчас... А ты сам пишешь все свои номера? Да, я пишу сам со своим автором, со своим партнером. Ну, автор выполняет механическую работу. Я приду на фонтане... Да, я сам пишу со своим автором. Если ты сам не будешь делать, у тебя будет полная лажа, если ты не будешь принимать участие, тем более в юморе, если ты через себя это не будешь пропускать, тогда возникает вопрос, почему именно ты делаешь такой номер, почему другой человек не может это сделать. А автор этот человек, который наговорили, нафонтанили, разогнали, поток мыслей идет, он это все почистил, сказал, вот собрали вот сюда, давайте вот туда и так далее. Он помогает... Это еженедельная передача. Если бы КВН выходил каждую неделю, я думаю, было бы очень тяжело им выпускать. А мы каждую неделю выпускаем что-то, поэтому... Что я начал говорить? Чтобы вы понимали, это просто площадка. Это просто площадка. Если ты ничего не делаешь, ну кого ты будешь обманывать? Вас? Вы разве обманетесь? Вы не обманетесь? Вот вы видите херню, говорите, это херня. Здравствуйте, Василий Михайлович. Привет. Здравствуйте, Дэмис. У меня такой вопрос. Очень много хейтов в вашу сторону в последнее время. Мою? Да, в интернете. И в основном, как я понимаю, весь хейт идет от желтых страниц, которые очень часто про вас пишут. И я хотел бы сказать три главных заголовка, которые меня удивили больше всего. А вы скажете свое мнение и мнение вашей жены, читает ли она вообще желтуху и как она к этому относится. Да, да, да. Первое, это то, что у Марины Кравиц от вас есть ребенок, которого она упорно прячет. Спалился. Второй заголовок Яни Кошкиной, с которой у вас якобы роман. И третий, мой самый любимый, это то, что вы с Андреем Скороходом находитесь в прекрасных отношениях. Что они пидоры? Комики? Ну да, можно и так сказать. Да, есть еще, что я с Батрухой Гомики, что я с Харламовым. Не, ну это нормально. Харламов истит. Ну это, слушайте, ну слава богу, что вы это все понимаете и осознаете, что это бред собачий. Давай так скажем. Кравиц симпатичная девчонка. Очень. А Скороход загонит. Ничего страшного, ничего страшного. Если бы там с Ревой был уже какой-то суета, это так, понимаешь, да? Пожилой человек уже, да? Скороход молодяк. Согласен. Скороход гипер, просто гипер, мое личное мнение, гиперталантливый чувак. Я жду от него взрыва таланта, но никаких эротических отношений у меня с ним, может, для кого-то, к сожалению, для желтой прессы нет. А у Марины вот такой муж Аркаша, он мне больше даже нравится. Чем Марина. Конечно, он внешне очень красивый, симпатичный. Новый заголовок. Я туда мечу. Дэмис Карибидис. Дэмис Карибидис в своих сексуальных утехах идет по головам. Все резиденты Камеди сейчас разбегаются по своим сольным проектам, а вы нет. Почему так? Это лень или что-то другое? Нет, уж лень, это точно не про меня. А по каким проектам? Вы имеете ввиду, типа, воля концерты дает? Сольное творчество, да, не в Камеди. Кто-то поет, кто-то там... Кто-то YouTube, ну, кто куда. Кто-то дает, да. Ну, я не сплю по этому поводу, но я просто подхожу к этому таким образом. Ну, ты должен делать то, что классно и талантливо. Ну, можно сейчас пойти все подряд. Я же, видите, в YouTube ничего не делаю. А к нам зато, Дэмис, пришел, за что ему спасибо, ребят. Респект очень. Вася, отказывать Вася нельзя. Есть такое право. Но это ничего не значит, я делаю, занимаюсь. Я сейчас пойду в кино. У меня сейчас на три месяца выезд в кино, в большое, туда глубоко. Что за съемка, расскажи. Съемка кино? Да, кого ты играешь? Нет, я не могу рассказать. Я могу сказать только, что я играю хозяина гостиницы. Он играет хозяина гостиницы? На море, да, где-то? Круто, круто. Ну, не буду тебе все рассылать. Да, понятно. Но какого ты можешь играть? Нет, нет, нет. Эти роли очень много кино предлагают. Вот вам честное слово говорю. Разного кино предлагают. И, как правило, там либо таксист, либо какого-то армянина сыграть. Ну, в смысле, кавказцев зовут часто играть. А тебе вообще армяне завидуют, что… Извини, пожалуйста, переверю. Что, вот как ты показываешь сочинского армянина, ну, я вот с юга, да, так вот армяне не показывают просто делать. Как… Подходите к тебе армяне и говорят, что ты делаешь просто великолепно. Конечно. Это вот сто процентов. Мы были в Ереване. И я там… Изиграл этого президента. Пародию на Пашиняна. Он только пришел, вот только к власти пришел. У людей реакция на него просто бешеная все. Я все снял его, сделал на него пародию. Я вам… Там была проверочная вечеринка, типа заведение, просто материал проверить, перед сырой там какое-то что-то подсобрать. Я сделал вот эту пародию на Пашиняна. Что нам нужно? У нас страна маленькая, народу мало, экономика маленькая, поэтому денег надо много. Люди на стол залезли, я клянусь. Вот просто мужик стоял на столе, вот так махал. Мне ребята говорят, если бы ты спрыгнул со сцены, вышел бы на улицу, они бы побежали за тобой. Вот так. Но я не люблю, когда вот только это и все. Есть разные вещи. Поэтому я отказываюсь от многих ролей, всяких вещей. Потому что то, что я хочу сделать по-кавказски, оно есть в юморе. Вот я их показываю вот таким. Ну а когда ты будешь играть русских ребят? Вот сейчас. Ну вот ты такого Ивана, когда ты играешь. Ну вот ты смеешься, я возьму это на вооружение. Нет, если ты будешь играть русских людей… Я играю русских людей. Я играю русских людей. Твой любимый номер Юрец. Ну это конкретный ростовчанец. Ну это же коктейль. Ну это человек, да, выросший на юге. 20 сантиметров Юрец платует. Готовить не умеет. Зато какие сиськи. Да. За Юрца… Юрец душа. Юрец просто. Человек. Поэтому… Следующий вопрос. Все делаю. Спасибо большое. Работаем над собой. Не переживайте. Если вы переживаете. У нас есть видео вопрос из ресторана на Кузнецком мосту. У нас везде люди… Серьезно? Да, да, вот задают вопрос. Обернемся на экран. Здравствуйте. Как вас зовут и какой у вас вопрос? Я Гарри. Здравствуйте. Меня зовут Денис. У меня вопрос к Демису Карибидису. На каком этапе карьеры ты зазвездился? Скотина. На твоем вопросе… Знаешь, чем хорошо видео вопрос задавать? Что не страшно там, понял? Никто не ответит? Такую дырочку просто… Да пошел ты знаешь куда! Будешь рассказывать мне тут. На себя посмотри. Когда ты зазвездился? Когда тебе люди сказали… Вот друзья твои из команды КВН сказали… Да… Да… Эмис… Да, не знаю… Говорят, что ты с ними не общаешься. Правда или нет? Неправда. У меня группа до сих пор. Не, у него они были. Ты мне дашь, сука, шоу делать или нет? Да я, бля, хоть попизжу. Нахуй я сюда приехал вообще, бля. Давай садись на мое место. Я, бля, четыре дня… Садись, я там пояс. Садись, садись. Садись. В команде Газгольдер замена. Вместо нападающего выходит центр-форвард. Боже мой, ой, села, гляньте. Гляньте, села, ё-моё. Наконец-то, я об этом два сезона мечтал. Ой, гляньте, жопа стекает со стула. Посмотри, боже мой. Зазвездиться, отвечай на вопрос. Брат, ты теперь видишь себя со стороны, выкупаешь? Конечно, конечно, конечно. Надо зазвездиться, давай. По поводу зазвездиться… Брат, ой, какая гадина. Боже мой. Зазвездиться может каждый, не может, а просто это неизбежно, когда вокруг тебя… Давай говори с ним. Тяжко, да? Не-не-не, не тяжко. Просто понимаешь, в чём прикол? Не говори со мной, не разговаривай со мной. Я с тобой не разговариваю. Так все говорят, чтоб ты не перебивал, брат. Вот я и даю человеку высказаться. Скажи мне, а вот по поводу… Не, ну надо такой вот… Давай, давай, мне здесь нравится. Ну-ну. Если тебе здесь нравится, помолчи по-братски. Спасибо большое. Так я тебе то же самое говорил, помолчи здесь, когда ты сидел. Так ты целую передачу пиздишь, а я пять минут. Так ты этого поработай, давай-давай. Так вот, ты перед тем, как уйти с команды своей в КВН, ты их предупредил? Конечно, я предупредил. Заранее ты говоришь, всё, пацаны, я сыплю с Камеди, давайте, да? И я так, шух, бросил такой дым и исчез. Ну вы же ещё… Я год ещё, я уже был в Камеди Клабе, я им сказал, ребята, я ещё год с вами. Идущие мечты. Ну, они все устроились, они работают, кто-то авторами работает, кто-то работает вообще на ТНТ. У нас трое ребят работают, кто-то работает замминистра Краснодарского края. О, вот так вот, да? Конечно. Нашутили, да? Да, дошутился. Зазвездиться может каждый, и это влияет на каждого человека. Просто как ты к этому относишься? Чувствуешь ты этот момент или не чувствуешь? Ну скажи мне, вот… Тебя люди, когда начали узнавать, ты чувствовал, что к тебе какое-то должно быть как бы другое обращение? О! Другим тоном с тобой люди разговаривают. Это невозможно. Просто… Как я к тебе подойду, я с тобой когда познакомился, я говорю, здорово, дядя, вот это все начало. Я должен был тебе сказать, пожалуйста, возьмите себя в руки и смейте со мной так разговаривать, я уже звезда. Если там касаемо, допустим, какой-то ситуации, знаешь, там на улице вот какая-то ситуация происходит. Она точно такая же, я всех к этому призываю, просто хамство, но ты не имеешь права хамить другому человеку, все. Это правда. Логично. Когда к тебе подходят, ты говоришь, братан, понимаешь, вот Гаустяна все хотят за голову схватить и почесать. А он взрослый человек, ему это не нравится, но он взрослый мужчина, его все время… Мишка! Понимаешь? Хорошо, а раньше еще была эта хуня начальника. Ты с нами перебиваешь человека, ты. Так, можно нам следующий вопрос, пожалуйста? Все, вопросы закончились. Давай. Не, не мало вопросов? Давай, пельмень, вывози. Слушай, у нас тут такая есть маленькая как бы идейка. Какая? Мы бы хотели, чтобы вот старый наиграл бы нам какой-то биточек, я бы задал тему, а ты бы в стиле Юрца. Исполнил. Как тебе такая ситуация? Я думаю, что я не могу играть. Вынести рояль. А какой стиль надо примерно? Ну, сначала грустные. Давай нотки грустные. Чтобы всем грустно стало, сделай так. Нормально, чтобы погрустно. Да нет, нормально, грустно, черные клавиши нажимай. Вот так. Ну, нормально, чтобы было. Все. Так, представляем, лето, Геннаджик. Кто-то взломал на набережной колоночки и поставил неприличную. Это такое обращение к Свете, да? К Свете. Света, я отвечаю, если будут бабки, отвечаю, мы с тобой едем на вороссийск на море. Отвечаю за это, за базар. Честно. И если ты, овца, будешь что-то там... Извини. Ну, в общем, если твоя матушка не будет выебаться, то я отвечаю через годик. Ну, два, ладно. Ну, может, Рита, она дела закрыть все. Мы с тобой едем в Алушту. Ты знаешь, что я открыл на трассе М4. Пивная. Сейчас приедут туда нормальные люди. Хоть сейчас позвоню Басте. Ну, знакомый мой, близкий, близкий. Позвоню, приедет, сделает концерт. Все, звоню. Сделаю мелодию звонка. Ну, сейчас не берет, а занят. Походу занят. Спасибо. Спасибо. Вывес или не вывес. Поем. Демис Карибидис. И еще. Вывес или не вывес. Кто? Демис Карибидис. Ну так, голосуем, дорогие друзья. Дамы и господа, у нас все очень просто. Правила простые. Я вам напомню их, если вы вдруг забыли. Если вы считаете, что Демис ответил честно, вы поднимаете красного динозавра и тогда Михалыч платит за весь движ. Если вы считаете, что где-то Демис был с вами несправедлив и слегка неискрень, вы поднимаете черную свинью. И тогда делает Демис. Поэтому, ребята, голосуйте. Спасибо за спасение. Спасибо за спасение. Что ж, друзья? Громче! Вася! Ваш, лайк! Вася! 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 Ваш, лайк! Вася! Ваш, расширь! Кстати, у нас традиция теперь. Это ценная вещь для меня, я ее когда-то сам привез из Греции. Я знаю, что ты болеешь за ЦСКА. Да, я так и понял. Но есть люди в Газгольдере, которые болеют. Но это конная грива просто, ты просто не понимаешь. Ну, хорош. Это фантанский шлем, я хочу его подарить вам. Я хочу сказать, что наши гости, приходя к нам, будут дарить нам какой-то подарок. Он будет находиться здесь, можно будет прийти, потом посмотреть. Надо померить, да? Попробуй. Давай, я пойду. Давай, встанем, так, вместе.